Друзья, здравствуйте! В эфире канал Белоны. Меня зовут Никита Петров, я сотрудник этой экологической организации. Сегодня мы находимся в достаточно обычном месте в отеле в Мурманске. Мы сюда приехали по одному из проектов. И сегодня мы будем говорить об экологических аспектах атомной индустрии. У нас в гостях сегодня Дмитрий Игорчаков, выпускник физтеха Уральского федерального университета, физик-ядерщик и популяризатор атомной отрасли. Изначально атомный проект в России — это военный проект. В 1930-е годы у нас были теоретические наработки. В 1940-е уже мы стали строить предприятия и зачастую не всегда понимали, что делать с отходами с этих предприятий. Некоторые отходы мы не считали, что они представляют какую-то опасность. Поэтому зачастую рядом с научно-исследовательскими институтами, предприятиями просто эти отходы складировались рядом до лучших времен. Также у нас в стране был проведен 81 ядерный мирный взрыв. И это тоже отдельная проблема, которая требует решения. Белона об этом писала на своем собственном сайте. Мы рекомендуем губернаторам обратить внимание на эти объекты и добавить их в список объектов накопленного экологического вреда. Стоит упомянуть про Северные моря в нашей стране, куда тоже, к сожалению, военная атомная отрасль сбрасывала отходы. Около 18 тысяч контейнеров. 17 тысяч из них уже полностью растворились. И вот у нас осталось около тысячи. Плюс у нас остались реакторы от атомных подводных лодок. К сожалению, во время реализации военного атомного проекта в СССР большое количество отходов было складировано. Мы не совсем знали, что с этим делать. Действительно, мирный атом появился позже, чем в военные атомные программы. И в военном атоме, конечно, приоритеты тоже были не в сторону экологии. Ну и время было такое, и знаний было не так много. То есть отношение к проблеме было, конечно, совсем не такое, как сейчас. И во многом, если эти задачи решались по как-то экологической безопасности, то это скорее были какие-то отложенные решения, либо решения не совсем приемлемы на текущий момент. То есть то, что, например, как вы сказали, что сбрасывалось в Северные моря, например, отходы. Современным меркам это недопустимо совершенно. Но, тем не менее, эти отходы как бы удалялись из мест присутствия людей. То есть как бы сокращался ущерб, возможный для людей, для мест их проживания. И это была, опять же, общемировая практика на самом деле. То есть так делали не только в нашей стране. То есть такой уровень подхода к этой проблеме, он был как бы общемировым. То есть считалось и в США, допустим, и в Великобритании. На тот момент это вполне допустимыми решениями. Да, они были первопроходцы в этом плане. Да, да. То есть здесь мы решали это, как мы это понимали. Опять же, не было какого-то в те времена, с учетом того, что это были военные программы, какого-то обмена опытом и так далее. Просто ученые сами доходили до каких-то решений, на тот момент допустимых. А сейчас мы, по большому счету, как бы ликвидируем те вещи, которые на текущий момент мы можем, с учетом наших знаний, как-то привести в более нормальное состояние. То есть в советское время, когда мы строили атомные станции, мы предполагали, что отходы с них пойдут какие-то хранилища временные? Да, в основном на атомных станциях отходы, здесь надо понимать, что под отходами понимается довольно много разных и веществ, и оборудование, и уровень этих отходов совершенно разный. То есть само, допустим, ядерное топливо – это наиболее опасный такой компонент на любой реакторной установке, на атомной станции и на реакторе подводной лодки, например. Ядерное топливо зачастую просто складировалось где-то в каких-то хранилищах, и здесь вот на Кольском полуострове, то есть ядерное топливо отработавшее, оно просто складировалось, в лучшем случае его вывозили на переработку, но этим занимались тоже те же комбинаты, которые занимались и военными программами. То есть здесь как бы решался такая комплексная задача и по получению ценных для военного атома компонентов, ну и по решению как бы экологической задачи. Но так перерабатывалось далеко не все топливо, и сейчас вот мы здесь на Кольском полуострове как раз будем посещать губу Андреева. Это объект, который как раз вот это хранилище отработавшего ядерного топлива, которое так и не вывозили, так эту проблему и не решили. И в общем мы, как и наша страна, и международные наши партнеры, то есть человечество совместными усилиями сейчас пытаются эту проблему решить. Если мы сегодня возьмем все радиоактивные отходы, которые есть у нас в России, вот военного и мирного атома, и попробуем их поместить в какое-то одно место, это вообще реально, это возможно? Есть ли в этом смысл? Ну, чисто гипотетически это возможно, и когда обсуждают вопросы, то есть я в большей степени как раз занимаюсь какими-то такими общественными обсуждениями вот этих проблем. Часто это бывает полезно для, ну, просто представления об объеме этих отходов. Конечно, никто их в одно место складывать не будет, но, например, если говорить именно о мирной атомной энергетике, об атомных станциях, которые сейчас есть в мире, там более 450 энергоблоков, если все отработавшее топливо этих станций собрать в одном месте, за все время эксплуатации, то есть более 70 лет всей атомной энергетики, это ядерное топливо займет примерно одно футбольное поле. Это просто говорит о масштабе, ну, во-первых, атомная энергетика, в чем ее преимущество и почему ее начали ей заниматься и в военных целях, и в мирных, это огромная концентрация энергии. У нее вот обратная сторона, что и отходов получается на самом деле не так много, если соотносить их с тем количеством энергии, которое мы получаем на этих станциях. Это, извините, я вас перебью, это даже если учитывать срок эксплуатации станции и вывод ее из эксплуатации. То количество энергии, которое мы затратим еще на то, чтобы потом ликвидировать последствия. Ну да, то есть если рассчитать, просто разделить вот те отходы, которые образуются за весь жизненный срок атомной станции или всей там атомной энергетики на то количество энергии, которое мы получаем, то на самом деле отходов не так уж много. То есть, опять же, еще один умозрительный эксперимент, который часто приводит, рассказывая об отходах атомной энергетики, то вот одному человеку, например, нужно урана, чтобы обеспечивать его на всю жизнь электроэнергии. Это размер вот одной полулитровой бутылочки кока-колы. То есть это вот опять же высокая концентрация энергии и столько, собственно, отходов-то у вас и образуется за всю вашу жизнь, если вы будете пользоваться атомной энергией. Это высокоактивные и низкоактивные отходы? Да, это высокоактивные отходы, это самые, собственно, все отходы, то ядерное топливо, которое у вас образуется. Вот на этом футбольном поле как мы его будем хранить? В каких-то контейнерах? Ну, на футбольном поле, конечно, не будем, но... Если мы свезем все это. Вообще, то есть, опять же, если говорить о решениях, которые были приняты там десятки лет назад, да, опять же, в мирной атомной энергетике, не везде это ядерное топливо перерабатывают, только несколько стран, там Россия, в том числе, там Великобритания, Франция, да, они частично как-то это топливо перерабатывали. Решения, которые были приняты несколько десятков лет для мирной атомной энергетики, они тоже предполагали длительное хранение этого ядерного топлива. И на большинстве атомных станций мира, на Западе, западный подход заключается в том, что это топливо как раз хранится на каких-то открытых площадках, грубо говоря, это вот как раз как футбольное поле, ну, не с травкой, а бетонное, и там стоят такие бетонные контейнеры с отработавшим ядерным топливом. При этом там они рассчитывали попадание самолета, я так понимаю. Да, но это огромные контейнеры, там сотни тонн, такая конструкция многослойная, и железо, и бетон, и разные там стали. Потому что всегда людям приходят эти кадры 11 сентября, где самолет направляют специально на какой-то объект для того, чтобы совершить юристический адр. Ну, вообще, сами площадки расположения объектов атомной энергетики, и ядерные атомные станции, и какие-то тем более военные объекты, на самом деле это и территории безвоздушные. То есть там запрещены полеты прямо над ними, и в некоторых местах даже есть системы ПВО. То есть мы все это можем складировать на одно футбольное поле, но обычно опасность у публики вызывает что? Самое функционирование атомных объектов. И второе, то что что-то с этими отходами там на этом поле может произойти. Ну и третье, наверное, это срок. Срок того, как там все распадется. Мы отдаем как бы это будущим нашим поколениям. Но есть, я так понимаю, в этом отрасли надежда на то, что мы сможем переработать и эти отходы, которые у нас остаются. Есть разные подходы. Опять же там Россия, Франция, Великобритания занимаются переработкой ядерного топлива. Это не только... Ну это подход, очень похожий на то, что в принципе в мире делается с любым видом отходов. То есть надо использовать его не как отход и выбрасывать, а перерабатывать. То есть циклическая экономика, мы возвращаем обратно ресурсы, полезные используем и меньше добываем в природе. То есть да, у нас есть технологии. И пока не все переработано. Это тоже, в общем, задача большая, серьезная, сложная. Сложная в том числе в общественном восприятии. Задача на будущее, чтобы это топливо переработать и чтобы образовалось меньше отходов. Они все равно будут. Здесь чудес не бывает. Надо понимать, что в принципе вообще нет технологий, где не образовалось бы отходов. Но при переработке у вас в итоге тех отходов, которые надо будет где-то захоранивать, куда-то складывать на действительно довольно длительный срок, на сотни лет, на тысячи даже лет, объем этих отходов при переработке будет гораздо меньше. И, конечно, такие отходы уже вряд ли удастся хранить тысячи лет в каких-то бетонных контейнерах. Человечество не умеет строить какие-то бетонные сооружения. На сотни лет можем, а вот на тысячи уже маловероятно. Но решается эта проблема тем, что мы просто ищем, как человечество и наука, ищем какие-то природные объекты, когда уже природа сама создала что-то внутри себя, такое условно вечное, на тысячи, на миллионы лет, да, и мы пытаемся, то есть общее решение мировое в том, чтобы разместить эти отходы где-то там, где это уже миллионы лет не будет никак меняться, и влиять на человека и окружающую среду. В России был скандал, еще связанный с импортом ГФУ. Сюда страна Убилона подготовила отдельный доклад на эту тему. Как вы оцениваете всю эту процедуру? Нужно ли у ГФУ в России? У ГФУ это объединенный гексатарит урана, который образуется в результате дообогащения топлива. Пока мы его целиком не используем. Но, опять же, у разных стран разный подход. Россия воспринимает это как сырье для будущих технологий, но даже не совсем будущих. У нас уже есть реакторы, которые работают на этом топливе. То есть, Россия использует этот объединенный уран, во-первых, для того, чтобы дополнительно извлекать из него ценный компонент. И вот эта история с ввозом ГФУ из Германии, на самом деле, это не ввоз к нам, чтобы у нас это осталось. Мы вообще-то в Германию возвращаем часть обогащенного продукта. Конечно, в общественном восприятии действительно это был такой скандал, скажем так, или много общественных дискуссий вокруг этого велось. Смены писали, что это радиоактивные отходы. Хотя у нас есть закон о том, что нельзя импортировать радиоактивные отходы в Россию. Понятие отходы, здесь как бы у специалистов один подход к тому, что это. Это термин, это технический термин. Его нужно, его по-разному воспринимают. Общество с одной стороны к нему относится, специалисты по-разному тоже относятся. Опять же, сами радиоактивные материалы, радиоактивные отходы, как я сказал, они все совершенно разные могут быть. И по форме, и по содержанию, и по той опасности, которую они представляют. И есть материалы, которые, собственно, и не относятся к отходам. Ну, в общественном сознании все, что радиоактивные куда-то везут, откуда-то, где оно не пригодилось, это как бы отход. То есть такая оценка сразу же как бы негативная. Но технически объединенный гексофторит урана, это совершенно не отход. И во всех этих документах, в том числе и с германской стороны, с немецкой, это не называется отходом. Это именно радиоактивный ядерный материал, это сырье, из которого можно извлекать компоненты, которые мы уже сейчас можем использовать. И это сырье на будущее. На общественном совете Росатома обсуждалась уже эта проблема. И там были презентации, связанные с тем, что Росатом собирался вводить в эксплуатацию большое количество установок по обесторию как раз ОГФУ. Что получаем в итоге? Вот эту плавиковую кислоту и еще какие-то вещества, которые мы сможем использовать потом? Или мы их отдельно будем где-то тоже хранить до лучших времен? Нет, это тоже форма, вариант использования гексофторида урана. То есть ОГФУ это соединение урана и фтора. Эта форма, они хранятся в таких стальных контейнерах и в них же перевозятся. Можно хранить это, поскольку сейчас в таком объеме нам этот материал не нужен. То есть для обогащения он нужен именно в форме гексофторида. Но чтобы его хранить, можно перевести его в форму оксидов. Этот фтор извлечь. То есть такие установки существуют. Они во Франции. И мы тоже ставим у себя французские на самом деле установки. То есть опять же технология не наша, она такая мирового уровня. Да, у нас одна такая установка есть. Есть планы, что их еще будут расширять, чтобы переводить те хранилища, которые сейчас есть в форме ОГФУ. Форма оксида. Это более безопасная для хранения в том числе форма. Хотя и гексофторит урана, в общем-то, хранится достаточно безопасно. Если посмотреть, если не просто слушать, что атомщики говорят, надо всегда проверять. Если даже просто изучить мировой опыт, посмотреть документы, были ли там аварии. Не было каких-то серьезных аварий, на самом деле, за 70 лет эксплуатации. ОГФУ мы изучали, да, тоже этот вопрос. Насколько я знаю, аварии были при транспортировке. Сами транспортные средства аварии были, но выхода опасного какого-то там с жертвами самого этого продукта, который действительно сам по себе довольно опасный. Чего все боятся, когда рассказывают, что это такая жуткая вещь, которая там кислота образуется, и там очень низкие концентрации, смертельно опасные. Вот таких случаев реально при транспортировке не было. Люди как бы не гибли. Были случаи при производстве, когда высокие концентрации, но на производстве, к сожалению, несчастные случаи бывают в любой отрасли. Хорошо, если говорить о жидких радиоактивных отходах, образуются ли они в процессе эксплуатации атомных станций? И что с ними делать? Это сложная субстанция? Да, отходы бывают в разной форме. Жидкие, газообразные, твердые, в разной концентрации. Жидкие тоже есть. Не сказать, что это прям большая сложность, хотя это сложное в том смысле, что их сложно хранить. Жидкость всегда может убежать, там вода дырочку найдет, вот эти вещи все известны. Поэтому для длительного хранения, тем более для захоронения отходов, их надо перевести в твердую форму. Чтобы они безопаснее, было у них физическое состояние, чтобы они, это радиоактивные материалы, они хранились в одном месте и никуда дальше не уходили, не улетали, не утекали и так далее. Поэтому их переводят в твердую форму. Жидкости тоже можно выпаривать, допустим, отделять чистую фракцию воды и концентрировать просто рассолы. Потом их можно цементировать, допустим, то есть включать в цементную матрицу. Или в какие-то другие субстанции. Можно сорбировать. То есть есть разные подходы, есть разные технологии по, скажем так, не уничтожению этих отходов, а просто переводу их в другую физическую форму, более удобную, более безопасную для длительного хранения. То есть, опять же, чудес не бывает, все равно будут отходы. Вопрос в том, чтобы их было меньше по объему, их можно было более безопасно и управляемо хранить где-то под контролем, безопасно. Вот проект подземной исследовательской лаборатории, который собирается у нас строить в Сибири. Как вы к нему относитесь? Это план, скорее, опять же, отходы разные. Вот всегда будут образовываться какие-то отходы, высокоактивные, например, при переработке того же ядерного топлива. Это подземная лаборатория. Это, опять же, общемировая, ну, не общемировая практика. То есть нельзя сказать, что все страны действуют так. Есть 30 стран примерно в мире, где есть атомные станции, то есть активно используется атомная энергия. Всего несколько из них обладают ядерным оружием и полным циклом обращения с ядерным топливом, в том числе с его переработкой. Как я уже сказал, Россия, Франция, Великобритания, США. Но даже вот среди них подход разный. США, например, этим не занимаются. Они не занимаются переработкой топлива. Но это отчасти политическое решение, отчасти какое-то общественное решение. То есть даже здесь могут быть разные варианты. Поэтому, когда мы говорим, что это там мировое решение, общемировая практика, нет. Это значит, что просто несколько стран в мире, скажем так, они приняли такое для себя решение. Но возможны варианты. Россия, как и, например, Китай сейчас, как и Франция, они ищут, находят, как Финляндия, например, которая в этом плане даже быстрее всего мира. То есть в Финляндии такое уже сооружение вводится в эксплуатацию. То есть, да, есть такой подход, когда вы находите, как я уже сказал, какой-то в природе место, какой-то подземный горный массив, который там миллионы лет, он не изменен. Он постоянен. Это значит, что и он надежен. Там не будет распространяться радиоактивные вещества. То есть подход в том, чтобы поместить просто эти радиоактивные материалы туда, где они будут безопасно лежать, и откуда они уже не выйдут там миллионы лет. И у нас как бы есть исследования, которые показывают, что это место действительно не меняется. Поэтому в этом плане подход, да, международный. Да, эта практика, опять же, не нами изобретенная. Она в мире существует, она активно используется. Поэтому это нормальный подход, я считаю. Мы закачиваем или просто складируем горную породу? Нет, складируем. Не закачиваем. Как раз, как я сказал, это не жидкие, это твердые отходы. Жидкие отходы у нас захоранивать так сейчас как бы не принято. Хотя такие месторождения тоже есть. Об этом тоже, в общем, полезно знать и понимать. Но это, опять же, предыдущая практика. Современный подход в том, что мы размещаем в этих подземных хранилищах только твердые отходы. Уже переработанные, не как-то сцепаем, складируем. Это не выглядит, как какая-то свалка банок, бочек и так далее, которые текут там и так далее. Это, опять же, в контейнерах. Вот как ядерное топливо хранится в огромных контейнерах на площадке. Другой конструкции, но тоже будут специальные контейнеры, многослойные, куда эти отходы будут помещаться. И там уже надежно хранятся. Проектирование мы подразумеваем, что все-таки будущие поколения смогут как-то излечь эти отходы, если что, и переработать. Ну, здесь могут быть разные подходы. Насколько я понимаю, не всегда это предполагается, не всегда это будет возможно. Но технологии довольно быстро развиваются. И надо понимать, что эти проекты, эти хранилища, они там ни на год, ни на два, ни на три проектируются. Это еще десятилетия будет исследоваться эта площадка. Чтобы ученые, в первую очередь, убедились, что здесь все именно так, как мы и предполагали. Поэтому, возможно, за этот срок, потом она будет загружаться, несколько десятилетий, отходы будут туда складываться. То есть, опять же, мы не накопим, что-то засунем и закроем. Это длительный процесс, десятки лет. Возможно, уже в это время появятся какие-то новые технологии, которые позволят, допустим, ну, если не отказаться от этой практики целиком, то есть использовать все, ну, хотя бы какую-то часть, допустим, извлекать и уже использовать сейчас. Ну, радиоактивных отходов и материалов довольно много. Поэтому уже сейчас не все отходы туда помещаются в глубокое хранение, только высокоактивные. Но какие-то среднеактивные отходы уже сейчас используются во многом, которые размещаются в хранилищах не таких глубоких, а приповерхностных. То есть, активные радиоактивные материалы уже используются сейчас из радиоактивных отходов. Отходы надо еще транспортировать до пункта захоронения, либо до такой подземной лаборатории. Вот мы видим иногда фотографии в интернете. Люди фотографируют непонятные контейнеры, говорят, что там радиоактивные отходы, и беспокоятся. Как вы оцениваете перевозку радиоактивных отходов в России? Насколько безопасно делается? И были ли какие-то события связаны с этим? Ну, насколько мне известно, по мировой практике, вот при транспортировке даже не отходов, а в принципе радиоактивных материалов, ведь возят все, и ядерное топливо, и свежее, и отработавшее ядерное топливо, отсюда, вот опять же мы здесь губу Андреева будем смотреть, отсюда сколько полуострова, многие десятилетия ядерное топливо, отработавшее от ледоколов, от атомной станции Кольской, везется на Урал к нам в Челябинск. И каких-то аварий, инцидентов, насколько я знаю, не было. То есть, опять же, не только по нашей практике, да, но мало ли, в Советском Союзе, может быть, что-то скрывали. Вообще-то, такую вещь вряд ли можно было бы скрыть, если бы была какая-то авария с выбросом радиоактивных материалов. Но даже если смотреть мировую практику, насколько я понимаю, аварий даже при транспортировке наиболее опасных материалов, то есть, ядерного топлива, отработавшего ядерного топлива не было. Все-таки контейнеры очень надежно спроектированы. Те, кто их проектировали, они понимали, что любой транспорт автомобильный, железнодорожный и даже авиационный, иногда даже самолетовым перевозят такие материалы, он может попасть в аварию. Нет никаких систем со 100% надежностью. Поэтому безопасность здесь такая многоуровневая, да, то есть, если у вас даже поезд упадет там под откос, контейнер рассчитан на это. То есть, он понимает, проектировщики понимали, что аварии возможны. Контейнеры рассчитаны на падение. И случаев таких не было. Ну, я надеюсь, что и не будет. Хотя, конечно, этот процесс надо контролировать, надо, чтобы общество понимало, как это происходит, как это делается. И ядерщики, я уверен, что атомная отрасль, она тоже заинтересована должна быть в том, чтобы рассказывать, как это происходит, чтобы было меньше опасений, страхов и просто, чтобы общество следило за тем, как это делается. Если мы возьмем все отходы, которые сейчас у нас образуются, можем ли мы рассчитать какой-то процент, сколько мы можем из них переработать? Если говорить о ядерном топливе, вот опять же, есть два подхода. Либо захоранивать или хранить его в том виде, в каком оно есть, либо перерабатывать и извлекать ценные компоненты. Но вот в отработавшем ядерном топливе, собственно, отходов то, что человечество на текущий момент не знает, как использовать, либо не видит какой-то ценности в этом. Это всего несколько процентов от массы этого ядерного топлива. Все остальное, большая часть, больше 80-90 процентов, это тот же самый уран, обогащенный, причем уже уран, который можно, если извлечь, можно его использовать опять в атомной энергетике. Поэтому вот процент такой. То есть, как минимум, в 10 раз можно из этих отработавших материалов еще извлечь полезные какие-то компоненты. Хорошо, предлагаю перейти к следующему блоку, блоку с катастрофами, что вызывает наибольшее общественное беспокойство, когда мы говорим про атомную индустрию. Ну да, Чернобыль как бы и без океана был самой крупной и опасной катастрофой в атомной энергетике, в мирной атомной энергетике, ну, возможно, и во всей. Да, опять же, вот авария на маяке, это авария, условно говоря, на военном атоме, на военном объекте. Но даже если посмотреть на эти аварии, а была еще авария Three Mile Island в США в 79-м году, на самом деле последствия, допустим, у Фукусимы уже гораздо меньше, чем у Чернобыля. Это не говорит о том, что там технологии за это время лучше стали. И да, к сожалению, такие аварии, ну не такие, но в принципе аварии на объектах атомной промышленности возможны. Опять же, надо понимать, что чудес не бывает, невозможно реконструировать какое-то инженерное решение со 100% надежностью. Но можно максимально снизить вероятность этой аварии, можно принять разные меры, технические, организационные и так далее, чтобы этого в будущем избежать. Человечество учится, оно живет с атомной энергетикой, ну вот меньше одного века. Да, это, несмотря на то, что уже много десятилетий потрачено многими странами, это довольно новая технология, она развивается активно. Появляются новые типы реакторов, новые типы атомных станций. Они уже более надежны. Они учитывают вот этот весь предыдущий опыт. Поэтому такие аварии, как в Чернобыле и, допустим, на Фукусиме, скорее всего, они очень маловероятны. Скорее всего, они невозможны в будущем. Но аварии, в принципе, возможны. Это тоже надо понимать. Просто, скорее всего, они будут угрожать гораздо меньше по последствиям. То есть современные атомные станции проектируются таким способом, что, да, там допускается, что что-то может случиться. И это всегда допускается нормально. Именно проектировщик должен закладывать, что, а что случится, если что-то пойдет не так. Всегда надо на это понимать и иметь какой-то запасной вариант. Но современные объекты атомные рассчитываются так, что даже если что-то случится самое страшное по проекту, ничто наружу не должно уйти. То есть проектируется так. И опыт предыдущих аварий, он тоже учитывается. После Фукусимы, допустим, на всех атомных станциях, в том числе в России, в том числе тех, которые совершенно не находятся где-то вдали от океана и так далее, у них проходили так называемые стресс-тесты. То есть проверялось, как будет вести себя станция в случае, допустим, полного обесточивания, что с ней произойдет. И проверялось, какие будут последствия. И если что-то нужно заделать, то какие-то улучшения сделались. То есть я знаю, что, допустим, на них поставили дополнительный дизель-генератор. Так что таких аварий, скорее всего, не будет. И невозможно технически, потому что опыт уже технически наработанный, какие-то меры приняты. Но новые атомные объекты, все равно какие-то аварии на них возможны. Надо это понимать. Какую роль еще играет развитие технологий? Я так понимаю, что больше таких реакторов, которые были установлены на Чернобыльской станции, их не производят. Да, чернобыльские реакторы РБМК, их больше не строят. Их с тех пор не строили, но они до сих пор эксплуатируются. Только в России это три атомные станции, Ленинградская, первая очередь, Курская и Смоленская. Но эти реакторы, опять же, они дорабатывают просто свой срок, и дальше будут остановлены, и им замену уже строятся другие типы реакторов. Опять же, это вопрос безопасности, это вопрос экономической эффективности и так далее. Поэтому, да, новые технологии появляются, новые типы реакторов строятся. Поэтому атомная энергетика будущего, она будет уже немножко на другом технологическом уровне. Она будет гораздо безопаснее. Но и даже те станции, которые сейчас существуют, их можно модернизировать. И они постоянно модернизируются. Поэтому там системы безопасности современные тоже ставятся. Если говорить об аварии на Плумаяк в 1957 году, насколько я понимаю, вот эта территория, она сейчас все еще закрыта от людей? Да, там восточно-урайский радиоактивный след, там есть такая отделенная территория, которая как бы ограниченное посещение. Но большая часть того, что вылетел, вот этот большой слив, вот этот вурс, она вполне как бы обитаема сейчас, и на самом деле там каких-то угроз для человека нет. Большая часть активности выпала на территории самого комбината. И это полигон для научных исследований все равно? Ну да, там много было исследований уже в те годы, там 60-е, 70-е радиобиологи, и там работали многие процессы понимания того, как радиоактивные вещества в природе распространяются, как они мегрируют из почвы в растения, в животных и так далее. Там были получены, многие из них там были закрыты какие-то, там в Советском Союзе это все были закрыты исследования, но в дальнейшем они как-то в том числе пригодились при прогнозировании последствий Чернобыльской аварии. Чернобыль мы, соответственно, что сделали? Мы накрыли саркофагом станцию и сделали какие-то тоже реабилитационные мероприятия. А с укусимой гораздо сложнее, потому что там образовалось большое количество радиоактивной воды, и недавно были новости о том, что Япония планирует ее сбрасывать в океан. Как вы можете это прокомментировать? Да, там собирается вода с площадки, и она по большей части на самом деле чистится. То есть то, что попадает в СМИ и активно обсуждается, ну и совершенно справедливо, потому что для общественности это как бы фокус внимания, он сосредоточен на опасных вещах. Но надо понимать, что это вот только малая часть того, то есть там очень много воды радиоактивно образуется, потому что там она находится на берегу океана, рельеф такой, что грунтовые воды и поверхности проходят прямо через площадку, все смывают, эту воду собирают, очень много там сотни кубометров в сутки набираются, но ее чистят, и там есть просто резервуары, почти миллион тонн этой воды и собран. Она почищена практически от всего, от всех радиоактивных веществ, за исключением трития. Тритий — это радиоактивный элемент, да, это бета-излучатель, но это природный радионукрит. Он образуется не только в атомной энергетике, он образуется в нашей природе, просто в атмосфере за счет того, что солнечная радиация взаимодействует с нашей атмосферой, тритий образуется постоянно, 24 часа в сутки. И тот объем трития, который на этой станции, он образуется в природе, я не помню точные цифры, но речь там о нескольких часах или днях. Поэтому этот тритий, ну, на самом деле, решение его слить, оно для общественности вызывает, да, такое волнение, но на самом деле концентрации настолько небольшие, что содержание этого трития в этой воде не сильно больше даже нормативов для питьевой воды. Мне кажется, что просто там японскому руководству было бы полезно и эту воду, пусть даже немножко разбавлено в виде, в том, в котором будет сливаться, показать, что ее можно пить, а ее реально можно пить. Это реально не опасно для здоровья. То есть, вот я смотрел расчеты, что эта вода, то есть ее будут сливать там какое-то растянутое время, как раз, чтобы были маленькие концентрации, чтобы они были сопоставимы с тем, что есть в природе, чтобы это не было опасно. Но даже если это все разово слить, для тех населенных пунктов, которые есть рядом, они получат дозу, но это там, опять же, они ее от природной радиации получают за несколько дней. То есть, это совершенно не опасно для здоровья. Но это вопрос, как бы, доверия общества к властям, к тем решениям, которые они принимают. И опять же, весь мир по-разному к этому относится. То есть, когда весной вот это решение озвучили, хотя было понятно специалистам, что это наиболее оптимальное и даже безопасное решение, сливать эту воду. То есть, альтернативное решение, что можно делать? Ну, можно как-то по-другому. Можно закачать это, опять же, под землю. Можно как-то это перерабатывать очень сильно, очень новыми системами. Твердую форму это точно, наверное, не перевести. Ну, если даже так. Ну, технически можно. Просто это будет очень дорого. Очень дорого. Это огромные деньги. Всегда надо понимать, как бы, за что мы платим. Потому что платят то же самое общество, те же самые налоги, те же бюджеты. Ну, даже та же отрасль, да, она платит... Япония, на самом деле, вот после аварии на Фукусиме, они же сократили атомную энергетику. То есть, они закрыли все реакторы, начали провести стресс-тесты, сейчас восстанавливают, но только те, которые там отвечают новым требованиям безопасности и так далее. И если, как бы, ближайшие там города и населенные пункты сказали да, это их решение. То есть, они беспокоятся о безопасности. Но надо понимать обратную сторону экономика. То есть, они за это время очень сильно, скажем так, подсели на международные поставки, зарубежные, сжигаемого топлива, уголь, газ, нефть и так далее. Это выбросы. Это, опять же, загрязняющие вещества. То есть, дело не только в том, что у них стала дороже энергетика, не только в том, что там выбросы, и они за это платят, но и то, что в том числе экологические последствия. То есть, вы сжигаете больше угля, нефти и газа, и вы этим дышите, продолжаете дышать. И если посчитать, не факт, что вообще, скажем так, отказавшись от атомной энергетики, Япония, ну, скажем так, даже чище у них стала. Может быть, даже в этом плане стало хуже. Давайте поговорим об отчете Еврокомиссии, об экологических аспектах атомной индустрии. Оказалось, что они провели исследования, и, судя по всему, атомная индустрия является не только экологически чистой, но и экологически приемлемой для ЕС. Европа в этом плане хороша, что она многообразна. Несмотря на то, что это сообщества, которые объединяются, Евросоюз, Еврозона, Евро и так далее, но там сохраняется национальный колорит, интерес, и в том числе отношение к технологии тоже разное. Но это исследование было как бы наднациональным. Да, это тоже интересный момент, что это исследование провел некий внутренний научный центр Еврокомиссии. У них есть такое подразделение, которое дает какие-то научные заключения по тем или иным вопросам, которые принимает решение правительство Европы, Еврокомиссия. То есть, они консультируются с учеными. Это уже само по себе прекрасно, безотносительно того, какие советы конкретно они дают. Ну вот, сейчас, последние годы, десятилетия даже, в Европе очень активно обсуждается, как переходить на этот новый энергопереход, на новые, более экологически чистые технологии, скажем так, в том числе и с точки зрения климата, с точки зрения уменьшения выбросов. И поэтому они строят некий такой свод правил, что мы считаем полезным для будущего, что мы считаем, ну, по поводу чего у нас есть, как бы, вопросы. И вот там спор об атомной энергетике, он, конечно, идет очень бурно. Есть разные страны, которые по-разному к этому относятся. Поэтому я бы не сказал так, что вот все как-то относятся так, что это плохо. Даже в самой Европе к этому относятся по-разному. Многие страны там строят атомные станции и планируют их строить. И они бьются за то, чтобы как раз признать атомную энергетику чистой. Потому что действительно, выбросов СО2, того, что вызывает наше, собственно, изменение нашего климата, атомная энергетика относится к низкоуглеродным. Наравне с ветровой, солнечной и гидроэнергетикой. Вопрос вызывает в том, вот как раз, что касается радиоактивных отходов, не является ли это большим злом, чем то благо, которое мы получаем. Вот по поводу этого ученые в том числе спорили. И вот как раз научный комитет Евросоюза, они сделали большой обзор. То есть, они не сами проводили исследования какие-то, они просто изучили научную литературу, доступную на текущий момент по этому вопросу. Изучили все данные, в том числе, российскую практику, мировую практику. И сделали такой вывод, что да, выбросы СО2 низкие, они сравнили выбросы в том числе других просто химических веществ, не радиоактивных, не выбросы углерода, не выбросы радиоактивных материалов в атмосферу, воздух и так далее, а просто общее экологическое воздействие разных видов генерации электроэнергии, которым в будущем Европа будет себя обеспечивать энергией. И общий вывод такой, что на самом деле экологическое воздействие, ну, опять же, вывод для ученых давно известный, о том, что чудес, опять же, не бывает, любая технология имеет как плюсы, так и минусы. Не бывает абсолютно чистых видов источников энергии. То есть, если сейчас все переходят на солнце, ветер, или, по крайней мере, об этом говорят, предполагая, что это супер-пупер чисто, это неправда. Как бы чудес не бывает. У всего есть обратная сторона, в том числе у солнечной энергетики и ветровой. Это не говорит о том, что они плохие, кто-то лучше, кто-то хуже. Просто надо всегда это знать, это понимать, это учитывать. Здесь важный момент есть с выбросом, безусловно, с изменением климата. И все-таки то, что мы радиоактивными отходами не дышим, так скажем. А если мы говорим про выбросы атмосферы угольных станций и других производств, это все так или иначе влияет не только на климат, но и, собственно, на продолжительность жизни. Да. Мы знаем, что по данным ВОЗ порядка 7 миллионов людей умирает в год от загрязненного воздуха. Это, да, это тоже один из аспектов. Для многих, то у нас, к сожалению, много климатоотрицателей, людей, которые даже не то, что верят там, даже если верят в то, что там климат меняется, но, допустим, не все верят и в то, что эта деятельность человека с этим связана, к сожалению. Это проблема, которая нам еще, боюсь, аукнется, как нам аукается антивакцинаторство, да, во всей этой проблеме с ковидом. Климатическая проблема, и обычно нам тоже еще аукнется. Но другой аспект, это действительно выбросы, которые угольные станции и вообще станции с сжигаемым топливом делают здесь и сейчас. есть проблема, которая влияет на нас здесь и сейчас. Действительно, 7 миллионов человек в год умирают от заболеваний, которые, ну, не напрямую там вызваны загрязнением, но это заболевания, связанные с загрязнением воздуха. Я как раз недавно писал статью, публиковал, и мне было интересно, а сколько из этих 7 миллионов в России? Это порядка 100 тысяч человек в год. То есть, это больше, чем погибает на дорогах и так далее, и так далее. Это очень важный факт. У нас в поле сильного загрязнения около 12% населения страны живет. Ну, да, то есть, у нас очень, несмотря на то, что у нас довольно чистый баланс энергетики, у нас много гидроэнергетики, много атома и так далее, там почти 50% у нас такие чистые источники, да, то есть, для Европы, да, сейчас в переговорах это довольно хороший, в общем-то, аргумент. Но Сибирь, к сожалению, у нас во многом сидит на сжигании угля, который там добывают, и это большая проблема для сибирских городов, даже для миллионников. Да, и во многих местах нет даже газа. И в то же время мы строим Северный поток-2 в Германию, Германию, который отказался от атомной энергетики, соответственно, газ мы направляем не в Сибирь, а туда, где люди по своей воле отказались от этого. Это, конечно, поражает, честно говоря. То есть, было бы хорошим шагом, если бы мы, опять же, с точки зрения проблемы комплекса, это экономика, это рынок труда, это занятость и так далее. Понятно, что угольная отрасль, она важна для страны, там очень много людей заняты, но с точки зрения экологии, с точки зрения воздействия на здоровье, если мы хотя бы угольные станции заменим газовыми, это будет большой шаг вперед. Ну, вот станцию под Нью-Йорком, которую закрывают, я так понимаю, она будет заменяться тоже угольными станциями? Она, ее закрыли уже, по-моему, в прошлом году или в этом в начале, и да, действительно, под Нью-Йорком есть станция, атомная станция, решение штата, что они закрывают эту станцию и будут развивать возобновляемые источники энергии, ветра, солнечную энергетику и так далее, но процесс запаздывает, они не построили пока те ветрогенераторы, которые заменят эту станцию, поэтому сейчас по факту там, ну, не углем, но газом, просто потребление газа в Нью-Йорке оно выросло существенно, поэтому выбросы увеличились. Тут надо понимать, у любого решения есть цена. Последняя новость поступила о том, что глава Курчатского института Михаил Ковальчук сказал, что зеленый источник энергии это афера 21 века, как озоновый дырам. Понятно, почему он так сказал, в принципе, я понимаю его логику, но как вы относитесь к его комментарию? К сожалению, такие высказывания даже от высокопоставленных людей, даже связанных с наукой, ну, тем более, если такие люди такие вещи озвучивают. Грубо сказано, так сказать, может быть, СМИ вырвали из контекста тоже на рассмотрение. Это тоже, не скажу, но такой фактор тоже есть, да, но понятно, что такие высказывания СМИ, конечно, подхватят, потому что руководители, да, людей, которые принимают решения, там, экономические или технические, точка зрения о том, что вот энергопереход это факт, это то, что необходимо для, там, и климатических вещей, и в том числе для очистки воздуха в наших городах, многие воспринимают это как какой-то заговор Запада против России, чтобы отказаться от нашего газа, от нашей нефти, чтобы развить какие-то технологии, которых у нас нет, чтобы нас как-то обогнать. Обложить послужными. Да, да, обложить послужными наш экспорт, все эти углеродные налоги. Ну, на самом деле, хорошо, потому что мы будем, соответственно, чище. Воспринимается это так многими, к сожалению, как попытка, там, Европы на нас нажиться, к сожалению, вот это вот мышление какого-то противостояния вечного, постоянного, что в военной сфере, что там в любой, как мы видим, да, в технической, в экологической, даже в научной, да, то, что наши ученые, там, сейчас у них сложности все больше и больше взаимодействия с мировым сообществом. В том числе чистой энергетики наука не может развиваться где-то изолированно и так далее. К сожалению, да, вот многие люди позволяют себе такие высказывания, может быть, у них есть какая-то аргументация, может быть, журналисты немножко выдернули это из контекста, но все равно такие вещи вытягиваются, они запускаются и потом, к сожалению, люди, которые, вот, климатоотвицатели, они аргументируют это и тем, что, ну вот, даже там, директор Курчатника сказал. Просто может быть наоборот, альтернативная энергетика вместе в рамках борьбы с изменением климата? На мой взгляд, это обязательно должно быть так и я вообще не сторонник того, что у нас будет какая-то панацея, что какое-то там решение техническое, оно заменит все остальные. Нет, это не так. Сила и устойчивость, даже если мы посмотрим на биологические там процессы и системы, она в разообразии, она в умении меняться, она в том, что у вас есть много альтернативных вариантов, которые могут как-то двигаться, да, поэтому я понимаю, да, допустим, людей как близко к атомной энергетике в России, что они воспринимают там развитие альтернативной энергетики как угрозу атому. И я, к сожалению, вижу, поскольку я больше занимаюсь какими-то вот общественными там обсуждениями, популяризацией этих вещей, я смотрю, как к этому относятся в обществе, я вижу, что, к сожалению, почему-то сторонники там вот альтернативной энергетики, хотя она совсем уже не альтернативная, а вполне себе мейнстрим, и там атомные... А в России пока это около 1%, да. Да, но опять же, если посмотреть, вот недавно были конкурсы на новые мощности, и цена очень резко упала. То есть... Да, прогноз, что будет около 7%. Мы очень быстро догоняем, на самом деле, мир, поэтому... И у нас огромный потенциал, как минимум для ветра. Поэтому, на мой взгляд, действительно, разные технологии должны развиваться. То есть мы понимаем, что, допустим, уголь, это точно, ну, со многих точек зрения нехорошо. И климат, и загрязнение воздуха, и так далее. Поэтому, ну, опять же, не надо просто закрывать, потому что у любого решения есть цена. Если вы просто закроете, у вас там рухнут целые отрасли экономики, моногорода закроются, люди останутся без работы, и так далее. Поэтому любое решение должно быть сбалансированным. Но энергобаланс, систем, как бы, в мировых и в разных странах этот баланс может быть разным, соотношение разных видов генерации, но они должны быть разные, несомненно. На мой взгляд, должен быть и атом, и ветер, и солнце, и гидра, а где-то может быть и газ, как какое-то промежуточное решение. Вы делали обзор на все атомные станции России, их порядка 11 у нас. Есть ли у нас потребность сейчас строить новые станции? Ну, какие-то большие, огромные блоки есть, но не первостепенные. У нас, к сожалению, не так бурно развивается экономика, как, например, в Китае, где там спрос на электроэнергию огромный. Просто Китай семимильными шагами развивается. Ну, несмотря на то, что там в абсолютных цифрах это очень много, он очень большой, но и динамика очень огромная. У нас потребление не так сильно растет, поэтому у нас скорее речь о том, что нам надо постепенно заменять старые станции на новые. И речь не только об атомных, но и вот там угольные заменять на какие-то более совершенные. Хотя бы даже если на угольные, но с другими системами, более современными, фильтрами и так далее. Поэтому атомные станции большие, у нас в основном сейчас просто старые энергоблоки выводят, например, РБМК, старые, новые ВВР строят. И значит вот эти 11 станций они генерируют 20% энергии где-то в нашей стране. Да, да. Впервые в прошлом году превысило 20%. Это насколько это высокий показатель в энергобалансе страны, такой как Россия, если сравнивать нас с похожими странами? Это довольно высокий, это гораздо выше, чем в среднем по миру, это примерно столько же, как в США, это чуть больше, чем в Китае, в среднем по Европе около 40%, то есть у них даже больше за счет Франции. Франция одна из лидеров, то есть есть небольшие страны, где большая доля, но все-таки из крупных развитых стран с огромным потреблением Франция лидер, у них там больше 70% по-моему энергии вырабатывается на атомных станциях. Но это опять же у разной страны разная история, разный баланс, и он и будет в будущем таким. Не надо к чему-то стремиться, не надо делать самоцелью высокий уровень атомной энергетики. Даже если стратегически принять решение отказа от атомной энергетики, в течение скольких лет это заменить, то, ну да, для северо-западного региона России, где доля атомной энергетики самая большая, если так на всех разделить, там больше 40%, с учетом еще Кольской станции и так далее, это огромный источник энергии, который надо заменять. У этого есть огромный потенциал и в мирной сфере, и именно ее и надо развивать. Я не сторонник развития военного атома, я вообще считаю, что от атомного оружия человечеству надо постепенно отказываться, и опять же, я понимаю, что не наступит волшебный момент, когда все просто все закроется и так далее, но в будущем, как стратегическую цель, это несомненно, надо проговаривать сейчас и как-то над этим работать. Но мирное развитие атомной энергетики несомненно должно быть, и для России сейчас это вот огромное число людей, которые заняты, это огромное, на мой взгляд, это вообще самое важное, то есть, что мы экспортируем в Россию? Нефть, газ, сырье, металлы. Из высоких технологий мы экспортируем, к сожалению, только оружие в большом количестве, но это как бы не та вещь, которой хочется гордиться, вообще не хочется этим гордиться, если честно. Ну, то есть, инженеры работают, да, молодцы, но лучше бы они над мирными вещами работали. Поэтому, на мой взгляд, ядерная отрасль, это как раз наиболее, это самая большая часть высокотехнологичного экспорта, который сейчас осуществляет Россия в мирных целях. И это надо развивать, этим надо заниматься, это большой потенциал для нас, для страны, в том числе в условиях решения климатических проблем. То есть, мы можем вписаться в эту мировую повестку решения климатических проблем. У нас есть решения, атомные решения, и нам надо их продвигать. Ну, я вижу, что на самом деле эти вещи делаются. Поэтому, несмотря на мои большие претензии к нашему политическому устрою и к нашим руководителям и к тому, что у нас вообще в стране происходит, в области атома я вижу, что многие вещи делаются вполне правильные, и мне кажется, это надо продолжать. Заканчивая наше интервью, мне хотелось бы коротко поговорить с вами про термоядерный реактор, насколько это реально будет в ближайшем будущем, что мы начнем получать колоссальное количество энергии, и этот термоядерный реактор не уничтожит все вокруг, как я сказал в экспериментах, когда станция разогревалась, и приходилось все это выключать. Насколько я понимаю, внутри реактора образуется подобие Солнца, количество энергии, которое просто начинается его поглощать вокруг, и у нас нет еще таких материалов, чтобы сдерживать. Есть, материалы есть. Ну да, термоядерная энергетика это часть, скажем так, ее тоже можно отнести к атомной, но не традиционной атомной, где используется деление урана, тяжелых ядер урана, и эта технология освоена. Здесь ядерная реакция другая, это синтез легких ядер, это те реакции, примерно похожие, которые происходят в наших звездах. Опять же, люди ничто не изобрели, мы просто изучаем то, что сделано в природе и пытаемся это использовать. но это сложнее, да, именно поэтому обычная там угольная, урановая атомная энергетика, она работает, а термоядерную до сих пор до практического применения не довели. Много лет строят более 300 экспериментальных установок термоядерных в мире существует, то есть мы вот эту плазму, то есть вот эта термоядерная реакция, она почему термо называет, потому что при огромной температуре, это миллионы градусов, там действительно никакой материал не удержит, поэтому удерживается вся эта субстанция, вся эта плазма в магнитном поле, но эта технология есть, просто она пока энергетически невыгодна. Сейчас во Франции строят международный термоядерный экспериментальный реактор ИТЭР, но он опять же не будет вырабатывать электроэнергию, это просто самая большая термоядерная установка в мире, просто здесь эффект масштаба он очень важен, то есть на большой мы сможем отработать, ну, человечество ученые решения, которые потом пригодятся и просто энергетическая эффективность будет выше. Если мы освоим эту технологию, то будет такой же скачок, как если появится квантовый компьютер? А мы пока не знаем, что будет, когда появится квантовый компьютер, но это просто одна тоже из технологий, которая пока непонятно, как она изменит мир и сильно ли она изменит мир, совсем не факт. Отходы там будут образовываться в результате? Отходы тоже будут, но их будет меньше, они будут немножко другие. А энергии будет колоссально больше? Энергии много, то есть на единицу реакции энергии больше даже, чем в атомной, но вопрос, как у вас вся установка будет устроена, там все равно будут какие-то турбины, генераторы и так далее, КПД не будет там 100% и даже 50% он не будет, но просто запасы топлива огромные, структура отходов другая, то есть преимуществ на самом деле очень много, и в плане безопасности тоже он довольно безопасен, то есть вот та история, про что, как вы сказали, да, и чего бояться, допустим, когда описывают журналисты во всяких книжках, что эта штука поглотит планету, зажжет и так далее, нет, на самом деле устойчивость этой плазмы она очень хрупкая, если что-то идет не так, она просто потухнет, то есть здесь процесс по сравнению с ядерным реактором, как было в Чернобыле, когда процесс пошел неуправляемый и в разгон, здесь наоборот все просто схлопнется, то есть она в некоторых вещах термоядерная энергия даже безопаснее. Поэтому преимуществ много, но скорее всего практически какие-то применения будут только во второй половине 21 века, а насколько это все-таки будет массово уже вот прям строительство станции, ну посмотрим, потому что развитие и успех технологии зависят не только от технических решений, но они зависят в том числе и от восприятия общества, от того, как общество к ним относится, от того, как в разных странах эти технологии развиты, мы видим это сейчас по атомной энергетике, мы видим это сейчас по возобновляемой энергетике, что в разных странах к этому по-разному, то есть с термоядом будет точно такая же история, то есть это комплексная проблема, как развивать энергетику в отдельной стране, это должно принимать, ну по большому счету, общество всей страны через там разные системы и процедуры, и отрасль, и наука, и там те люди в правительстве, которых мы избираем, то есть через народ как-то мы им тоже делегируем свои какие-то посылы, поэтому посмотрим, но опять же, я не думаю, что термояд станет той технологией, которая просто вытеснит все остальное, опять же, я говорю, что должна быть какая-то устойчивость, должен какой-то баланс разных источников. Заканчивая наше интервью, я хотел вас попросить может быть какое-то сказать напутственное слово, есть большое количество людей, например, без образования, либо гуманитариев, которые работают в СМИ, либо вы говорите, вот мы избираем людей, мы же очень мало избираем людей, например, которые закончили физические факультеты, и многие из них к сожалению находятся в огромном плену заблуждений, и вот то, что вы рассказываете, это безумно на самом деле интересно, эти эксперименты, это некие творческие процессы, которые происходят в наших конструкторских различных НИИ, где люди этим занимаются, и у них понедельник начинается в субботу, как у Стругацких, и в каком смысле я, конечно, завидую этим людям, но есть большая часть общества, которые даже в принципе не понимают, это как знаете, как у математиков тоже у некоторых, то есть я могу сделать какое-то открытие, но поймут его там только несколько людей в этом мире. Да, атомная отрасль, поскольку я про нее пишу и пытаюсь писать о ней так, чтобы она была понятна более широким слоям населения, людям, которые не работают в этом, вы правы действительно, и даже те, кого мы избираем, они не обязаны быть там физиками и так далее, этого не надо от них требовать, как и от простых людей, которые в этом не понимают, и нельзя их обвинять в том, что они боятся какой-то технологии, потому что они не понимают, ну не все должны учиться там ядерной физике, но все, на мой взгляд, должны обладать каким-то критическим мышлением, не надо вестись на пропаганду, нужно всегда искать альтернативные источники информации, нужно добираться до первоисходников информации, и в большей степени в любом решении, не только по вопросу там атомной энергетики, или вообще энергетики, или климата, но в том числе по медицине, то, что мы видим сейчас в отношении там ковида, и вакцинации, и так далее, людям надо больше опираться на науку, наука это может быть не лучший способ, который позволяет нам познать этот мир, есть альтернативные, но это лучше из возможных, из существующих, как говорили про демократию, да, она несовершенна, но это лучшее, что у нас есть, наука точно так же, у нее есть масса сложностей, там и наукой занимаются люди, со всеми вытекающими последствиями, они могут заблуждаться, но тем не менее, научный метод, научные публикации, это самое лучшее, что мы знаем о способах поиска ответов на вопросы. Ну, важно, чтобы наука не стала все-таки новой религией, которая... Это знаете, как я видел на одной из конференций, человек в майке «Science is not an opinion», и вот здесь есть опасность. А поэтому, именно научный метод, он как раз про то, что все должно подвергаться критике, любой тезис, его нужно подтверждать. И он в научном мире, он изначально так и ставится, что он не постулируется, как правда, в последней инстанции. Он может быть ошибочным, просто на текущий момент мы, допустим, не доказали обратного. Ко всему нужно относиться так вот со скепсисом и пытаться изучать какие-то научные вещи, либо не напрямую, но хотя бы через там популяризацию, опять же, не доверять просто слепо тем, кто вам рассказывает, а смотреть на то, как они это аргументируют, какие источники они приводят в подтверждение своей точки зрения. Спасибо большое, Дмитрий, за эту беседу.